Конечно, сейчас старинную одежду очень мало где можно найти, а точнее только в музее. Но мы постарались и подготовили для вас стилизованные русские костюмы. И наш праздник мы посвящаем русским костюмам. Дехиле в красочных народных платьях, русских сарафанах и кокошниках. В Одинцовском лицее номер 6 стартовала неделя гуманитарных наук. Праздник проходил во время больших школьных перемен, не отрывая ребят от учебного процесса. В этот раз мероприятие посвятили Году культурного наследия народов России. Мы все знаем, что 2022 год – это год культурного наследия народов России. И нам очень хочется до наших детей тоже донести эту информацию, чтобы они тоже этим очень заинтересовались и поучаствовали в этих мероприятиях. Тематическая неделя организована кафедрой гуманитарных наук и ежегодно проходит в лицее для развития интеллектуального и творческого потенциала учащихся, а также их интересах соответствующим предметам и истории нашей страны. При подготовке к дефиле школьникам подробно рассказывали о происхождении и предназначении костюмов, которые носили в Древней Руси. Чтобы ребята не просто одели костюмы, выступили, а чтобы они понимали, почему именно этот костюм выбран для этого танца, происхождение этого костюма. Это тоже наша с вами русская народная история. Она тоже должна ребятам быть известна. Помимо народных костюмов, ученицы лицея демонстрировали современные платья с элементами русского стиля. Старшеклассница Соня признается, что такие наряды с удовольствием бы носила и в повседневной жизни. Летом я бы с удовольствием надела это платье, да просто на любую прогулку, потому что оно очень легкое и для солнечной погоды будет самое то. Воспитанники учебного заведения подобные творческие инициативы поддерживают и с удовольствием принимают в них участие. Я думаю, интерес появился не только у тех, кто участвовал в неделе гуманитарных наук, но и для тех детей, учителей, родителей, кто смотрел, как выступают дети. В рамках недели гуманитарных наук в лицее будут проходить различные творческие мероприятия, а также открытые уроки по истории, обществознанию, русскому языку и литературе. Полина Толмачева, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».